Всем привет, друзья! После недавнего моего видео о китайском термосе пол-литровом с новым клапаном я решил все-таки заснять видео еще небольшое про вот такую термокружку. Данная кружка имеет у нас 450 мл. Выпускается она в двух цветах. Фирма может быть разная, не обязательно данная, как у меня сейчас. Что хочу сказать? Обычная нержавейка пищевая. Ну и как бы позиционируется для путешествий, для каких-то вот поездок и тому подобное в дорогу. Насколько держит температуру сказать не могу, я ее не проверял. То есть она у меня новая, как видите, в упаковке. Приобрел ее недавно. Ну, что могу сказать? Будет участвовать она в тестах. И я думаю тест покажет, что же это за термокружка. Насколько хорошо она сохраняет температуру и насколько она практична. Ну, не скажу, что она, я даже уверен, что она температуру будет держать меньше времени, чем термос, скажем, аналогичного объема. Но, тем не менее, как бы, вот если вы сидите где-то зимой у костра или там где-то в дороге, вот хотите согреться, даже в машине с собой возить такую кружку, я думаю, это будет очень неплохо. Ну, давайте перейдем к тому, что у нас в середине. Вот такая у нас кружка. Если вы видите, она в середине такая у нас прозрачная, сверху пластиковая оболочка. Ну, и в середине у нас непосредственно сама кружка. Думаю, что по своим составляющим она недорогая. Ну, как бы, пластик, это не металл. Я думаю, пластик все же таки дешевле, чем металл, нержавейка непосредственно. Что мы имеем? Мы имеем вот такую вот кружечку. Здесь у нас язычок. Такой вот клапан. Открываем, закрываем. Снизу у нас такая вот, я бы сказал, из пенки, скорее всего, наклеечка. Ну, это для того, чтобы, наверное, она у нас не царапала поверхность и не ездила по столу. Так как, в принципе, это очень удобно, так как иногда вот даже в машине едешь, где-то поставил вот сбоку, да, она соскользнула или там упала и так далее. То есть это неудобно. С этой вот подкладочкой внизу очень даже ничего. Молодцы. Ребята придумали. Давайте посмотрим, что в середине. Довольно плотно она закрыта была. Ух! Ну, ничего особенного. Ничего особенного. Вот такая у нас пустота в середине. Вот здесь, если вы видите, дырку открыл. Все. Больше ничего здесь нет. Такая у нас поверхность внутренняя. Просто выгнутая, скажем так, чаша из нержавейки, обтянутая пластиком. Уплотнитель. Уплотнитель у нас, друзья, небольшой, небольшая вот резиночка с каемочкой. Вот здесь вот у основания самой крышки. Вот. Все остальное сугубо пластик. Я даже не уверен, друзья, вот даже сейчас предварительно, не уверен, что она будет давление держать, если там у нас какое-то будет испарение горячего. Вот. Ну, про давление тут, наверное, говорить не стоит, так как данная чашка, я думаю, не будет держать давление. Но, тем не менее, есть небольшая резьба, если мы видим на внутренних стенках. Попробую сейчас ее закрутить. Так. Закрутил плотно. Ну что ж, довольно-таки плотно, друзья. Довольно плотно. Пластик здесь, кстати, вот качество неплохого, что хочу заметить. Ну, в целом, вот такая вот обычная кружечка. Будет она участвовать в моих тестах. Буду ее тестировать на температуру, сколько же она будет держать. Вот. Может быть, что она даже меня удивит, как и вас. Ну, на этом все, друзья. Ставим лайк и подписываемся на канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok